Всем привет! С вами снова Олег и сегодня я вам расскажу, как снимать разговорное видео, как снять интервью. Буквально вчера я впервые ездил и снимал что-то типа интервью, но в общем тоже снимал разговорное видео. И в общем-то было немало интересных моментов, которые я до себя отметил, потому что это была первая какая-то съемка, которую я делал типа на выезде. Сегодня я вам расскажу, как снять интервью, как снять разговорное видео, на что стоит обратить внимание. Давайте расскажу, что я брал с собой для того, чтобы сделать эту видеосъемку. Ну, во-первых, я взял с собой свою беззеркальную камеру Panasonic G7. Но вместо нее можно взять какую-то любую другую видеокамеру. Это может быть даже ваш мобильный телефон. Это может быть Canon 200D. Это может быть Sony 6400. Ну, это может быть классический хэндикам. То есть практически все, что угодно. Но вам нужна камера. То есть по-любому, чтобы снять интервью, в первую очередь вы должны определиться с камерой. Но оказалось, что когда ты снимаешь в каких-то реальных условиях, то обычно акустика помещения, она такая себе. То есть какую бы вы камеру не выбрали, вам обязательно нужен будет вот хотя бы вот такой вот петличный микрофон. Это может быть, например, Boye By M1. Это может быть аудиотехника от R335.0. Ссылку поставлю в описании. Ну, по крайней мере, на один из этих микрофонов. Он цепляется на разговаривающего вот куда-нибудь или сбоку, или вот где-нибудь вот здесь вот. И это вам даст то, что у вас будет нормальный звук без эха. И вам не нужно будет потом на этом видеоролике что-то дополнительно убирать, какой-то звук очистить. Или как-то вытягивать этот звук. То есть для именно цели YouTube хороший звук это гарантия того, что вас будут слушать. То есть часто люди даже не смотрят видео, они его включают и слушают. То есть если будет плохой звук, то вас не смотреть, не слушать не будут, соответственно. Вот, это может быть какой-то другой микрофон. Но суть в том, что вот обычная петличка за одну-две тысячи рублей вам подымет качество вашего видео просто в космос. То есть вот это первое, что я до себя отметил. Потому что когда я снимал, допустим, видеоблоги дома без микрофона, то звук получался удовлетворительным. Потому что здесь акустика, ну, может не самая лучшая, но пойдет, короче. А когда я оказался в кабинете врача, которого я снимал вчера, да, оказалось, что там, ну, мебели нету. То есть звук не поглощается. И эхо такое, будь здоров, как будто из колодца. И, соответственно, получилось, что очень хорошо, что я взял этот петличный микрофон. Следующий совет, который можно сюда добавить, это прежде чем делать саму видеозапись. Пожалуйста, вставьте микрофон, сделайте пробную запись, послушайте, идет ли звук или не идет с этого микрофона. То есть не забудьте включить переключатель, если вдруг у вас такой переключатель есть на вашем микрофоне. Потому что мы вчера снимали-снимали, а потом уже я удосужился проверить. То есть не забыл ли я включить переключатель. Вот. Чтобы такой ситуации не было, что вы полчаса пишите интервью, и у вас не записался звук, пожалуйста, сделайте тестовую запись. Это очень полезно на самом деле. Вот. Если говорить о Panasonic G7, то у нее на вот этом экранчике, в принципе, было видно, что звук идет. То есть, соответственно, это как-то помогает тоже мониторить звук. А вообще в идеале, да, бывают камеры, у которых есть выход на наушники, и где можно мониторить звук в реальном времени. То есть это прямо уже более профессиональные дорогие камеры. Ну, как я говорил, если у вас камера попроще, типа вот как у меня, да, то сделайте пробные записи. Это все профессиональные видеографы, они делают пробные записи. Пожалуйста, обратите внимание на эту фишку, потому что, ну, у меня были видеоролики, где я запорол звук. И это очень обидно, поверьте. Следующая идея, которую я вам посоветую, это взять мини-штатив. Дело в том, что когда вы будете идти вот с таким большим штативом, вот таким вот огромным штативом, даже если вы его сложите, ну, во-первых, это неудобно. Во-вторых, вы будете привлекать лишнее внимание. А вот такой вот мини-штатив, вот как вот этот вот, например, да, его можно вот так вот сложить. И у вас получится, что он, ну, просто, знаете, как вот его чуть ли не в карман можно засунуть практически. Это настольный штатив от фирмы Neur. Я ссылку тоже поставлю в описании. Вот, вот он. Вот он примерно вот так вот выглядит. То есть его можно вот так вот сложить, и вот, знаете, вот так вот подмышку несешь, и тебя никто не увидит. И, соответственно, если вы возьмете, например, беззеркалку или какую-нибудь мобильную камеру, беззеркальную, например, то вы тоже как бы ее можете взять вот так вот с собой, да, то есть и получается, что практически весь комплект ваш, он выглядит вот таким вот образом. То есть у вас там, ну, не особо много техники, все это помещается в одну руку вместе с микрофоном, то есть и все, нет никаких проблем. Причем я еще нацепил видеосвет. Это видеосвет фирмы Epicure. Он, в принципе, в нашем случае он не сильно помог, потому что он не очень мощный, но, в принципе, по-хорошему, да, на всякий случай, хотя бы вот один такой вот видеосвет можно вот так вот нацепить на камеру. И, в принципе, он вам не будет мешать, то есть он достаточно компактный, он как два коробка спичек, то есть его можно в карман положить. То есть вот, это комплект, которого достаточно, чтобы снимать разговорные ролики. То есть вы можете по своему усмотрению взять более дешевый штатив, более дешевую камеру или, может быть, более дорогую камеру. Вот, но обязательно, конечно, желательно настольный штатив хотя бы, желательно, очень желательно, прям обязательно, я бы даже сказал, микрофон петличный. Мы, допустим, Боя Боя М1 6-метровый провод, его достаточно для большинства задач каких-то. Еще хочу вам посоветовать такую фишку, такую идею, которую я вчера применял на практике. Параллельно, снимая на камеру, попробуйте снимать параллельно на ваш телефон, потому что тогда вы сможете сделать двухкамерный монтаж. И, кроме того, вы сможете, получается, у вас получится сделать дубль. То есть, допустим, если видео по каким-то причинам запорится на камере, у вас будет хотя бы видео со смартфона. Да, оно по качеству чуть-чуть похуже, да, будет похуже звук. Ну, сюда тоже можно, кстати, микрофон нацепить. Но у вас будет дополнительный дубляж вашего ролика. То есть, представьте, я вчера полчаса снимал интервью, и, блин, ну, прикиньте, да, вот там человек, он как бы напряжен, он настраивался там еще 10 минут, чтобы мы начали снимать. Потом мы полчаса снимали, ну, прикиньте, запоролся звук, например, да. И если у вас есть вторая дорожка, то вы сможете, допустим, уже ее наложить на основной видеоряд. Или, допустим, флешка у вас полетела, ну, редко, но всякое бывает, да. То есть, ну, и, соответственно, я вам советую обратить на это внимание просто, приеде, чем, как бы, делать какое-то интервью. Значит, следующий совет, который я вам хочу вам дать, это нужно, конечно, работать с человеком, которого вы берете интервью или который записывает видеоблог. Нужно его расслабить. Нужно его расслабить, нужно, чтобы он чувствовал себя максимально, знаете, вот так вот непринужденно. Нужно, чтобы он немножко разговорился. Нужно, прежде чем начать писать видео, нужно немножко с ним пообщаться. Может быть, одну тестовую запись на 2-3 минуты запустить. И человек немножко должен размять свой речевой аппарат. Я такой совет тоже где-то слышал. И по самому опыту знаю, почему-то вот когда ты вот просто вставишь камеру, штатив, свет, все вот это вот, ты начинаешь снимать видео, почему-то первые там несколько минут, они какие-то несуразные получаются. То есть, нужно немножко разогнаться. То есть, вот когда человек уже поймает какой-то кураж, то там уже все идет легко и гладко. Значит, если будут какие-то шероховатости, вы это просто без проблем вырезаете на видеомонтаже, и все. Не нужно особо заморачиваться. Значит, еще один совет, который я сам для себя из вчерашнего опыта выяснил, это то, что прежде чем записывать видео, нужно отформатировать флешку. Как у нас было? Мы начали снимать видео, он только-только начал как бы разгоняться, и вдруг у меня прерывается запись, у меня окончилось место на флеш-карте. То есть, я забыл отформатировать флеш-карту. Ну, и лучше дома заранее это сделать, потому что я вот давно не работал с Panasonic'ом, и я искал, где там форматирование флешки, где оно там запрятано в меню. Ну, мне это не очень как бы по душе было. То есть, вот такой вот тоже небольшой лайфхак, небольшой совет, который очень вам поможет при съемке какого-то видео, для какого-то видеоблога, документалочки или еще что-нибудь в этом духе. Вот, примерно такие советы. Очень порадовало качество съемки видео с айфона. Как я и говорил, двухкамерный монтаж, это уже практически очень крутой. Это уже добавит динамики для вашего ролика. В айфон 8 плюс есть встроенный стабилизатор. В итоге вы получаете стабилизированную картинку, второй ракурс и плюс бэкап вашего видеоролика. Если вы последуете моим советам, у вас все пройдет гладко. Хочу сказать, что когда ты снимаешь видео в постановочных условиях, когда у тебя есть свет, когда ты можешь, допустим, написать спокойно сценарий, можешь переснять несколько дублей, то это одно. А когда ты снимаешь в каких-то других условиях, в рабочих условиях, это немножко другое, это немножко более стрессово. Потому что, допустим, в данном случае это был кабинет врача, там постоянно ходили медсестры, они и меня, и доктора отвлекали от видеоролика. То есть, ну, к этому надо быть готовым, то есть, это нормальный процесс, рабочий процесс, но люди работают, на что вы хотели. Вот. Не нужно париться, если кто-то что-то не так ляпнул, все это на монтаже убирается, я это уже говорил, повторяюсь, тавтология пошла. Я надеюсь, этот ролик вам был интересен и полезен. Пишите свои вопросы по видеосъемке, видеомонтажу, видеопродвижению видео в Ютубе. С удовольствием обсудим это в следующих видеороликах. С вами был Олег, жму руку, всем до встречи и пока!